Все зависит от того, что вы планируете. Думаю, будет комфортно работать по лапам, пэдам. Кулак сжимается, во-первых, очень хорошо. Привет, друзья! На сайте Octagon Shop. Сегодня мы в гостях у Виталия Кодина, чемпион мира и Европы по тайскому боксу. Сегодня мы пришли в храм спорта Fight Republic для того, чтобы узнать профессиональный взгляд, как правильно нужно тренироваться. И в чем? И в чем. Самый главный вопрос. Легенький. Рука сидит хорошо. Сейчас посмотрим, конечно. Ну-ка, довольно комфортные перчатки. Вот у меня рука как бы не маленькая, она хорошо залезла, хорошо сидит. 16 ун все перчатки. Так, кулак сжимается, во-первых, очень хорошо. В спаррингах можно... Кого-нибудь хорошо травмировать. Уронить, да. Здесь уже, да, целая подушка, она больше будет защищать руку, палец, вот-вот, целая такая вот конструкция. И уже, ну, немножко сложновато сжимать. Да уже более спарринговые такие. Больше защищают, и кулак больше защищают. И товарищи, с которыми вы будете стоять спарринговать, как бы менее травматичные будут. Примерно похоже на первый формат, но только там кулак лучше сжимается. Здесь вот какой-то как амортизатор стоит, по ощущениям, не дает дожать кулак. Но это, ну, менее спарринговые. Комфортные, палец хорошо. Вот, я сжимаю палец. То есть, ну, вот они немножко напоминают мне твинсов. Попробуем. Ну, то, что я и думал. Будет очень комфортно работать по мешку. Вот, я думаю, будет комфортно работать по лапам, пэдам. Хорошо ложится кулак. Вот, больше, как бы, снарядный. Перейдем к клинчам. Ну, я сразу вижу, что это реально спарринговые, даже больше к соревновательным. По подушке, большая подушка. Я их сразу оцениваю, как, ну, то есть, с допуском к соревнованиям. То есть, в таких боксируют обычно, там, на чемпионатах, на первенствах всяких. То есть, вот, подушка плотная, вообще, там, больше, наверное, 5 сантиметров. Вот, скорее всего, в них неудобно будет работать на снарядах. Скорее всего. Потому что здесь полная конструкция, она будет немножко подворачиваться, рука. Но будет с болезненно в них получать на соревнованиях. Так, как я и предполагал, это более спарринговые перчатки, даже соревновательные. Кулак четко не ложится и вносит в сторону. То есть, ты четко не можешь попасть. Ну, это специально сделано для того, чтобы на соревнованиях не травмировать друг друга, не нокаутировать. Поменьше нокаутов было. Все зависит от того, что вы планируете. Если приходит человек и хочет просто по снарядам стучать, то я бы посоветовал вот этих два варианта. То есть, первый, второй. Если он планирует стоять в парах, я бы посоветовал вот этот, вот все три, в принципе, все три можно, да. Если новичок, можно стоять в парах. Вот эти, наверное, больше, я думаю, они бы проходили под соревнования. То есть, больше на турнирные такие перчатки, даже флаг. Я думаю, скорее всего, это больше соревновательные перчатки. А так, я бы все три варианта рассматривал бы. И по снарядам постучать, и в парах. Спасибо, Виталий, что вы нас приняли. Очень были рады. Спасибо огромное. Взаимно. Спасибо.